если вам когда-то захочется взглянуть на историю консольных игр компании sony то нет франшизы лучше подходящей для этого нежели тэкин за 22 года существования эта серия файтингов изменилась не слабо ведь помимо шести основных частей серии были и различные спин-оффы включая даже мобильные игры но лишь на первый взгляд и вот с выходом 7 номерной части серии создатели надеются привлечь фанатов к еще одному раунду турнира железного кулака у 7 части этой именитой франшизы конечно же есть улучшения и нововведения но кое-что всегда остается неизменно в частности это касается клана мишима которые по-прежнему враждуют и при каждом удобном случае выбивают друг из друга всю дурь за недолгую продолжительность сюжетной кампании в игре примерно три часа каждый член этой безбашенной семейки хотя бы один раз да на чисте другому рельце если вам мало отбивания ракет ногами то еще больше сюра в историю добавляет акума гостевой персонаж и street fighter который кстати весьма неплохо вписан сюжетную линию игры сам сюжет начинается спустя недолгое время после того чем закончилась шестая часть азазель повержен джином казамой который после этого пропал без вести где-то в пустыне тем временем война начатая им переросла в противостояние между мишима дзайбацу и корпорации джин и война это идет за управление всем миром история подается не только сценками между боями но и в виде рассказов неизвестного журналиста что также придает повествованию довольно необычный окрас единственный минус сюжетного режима помимо длительности это то что сложность сражений в нем очень сильно прыгает некоторые проходятся за пару минут а на некоторые придется потратить очень немало попыток в надежде заковырять супостата если продолжать говорить о неизменных элементах серии то в первую очередь нужно сказать про схему управления она и в этот раз осталось верно себе и играя например в третью часть вы можете на лету переключиться на седьмую не почувствовав при этом абсолютно никакого дискомфорта конечно при условии что вы выберете того же персонажа приемы остались ровно те же вплоть до таймингов однако хоть бои в целом и не претерпели больших изменений все же есть одно существенное дополнение отголосок современных трендов так сказать это режим рейдж или режим ярости по нашему в свою очередь этот режим делится на три вида первый из них рейдж арт возможность использовать особые удары снимающие от 40 до 80 процентов здоровья эту возможность боец может использовать при критическом уровне здоровья здоровье противника снижается в зависимости от того сколько здоровья у персонажа за которого играет игрок чем меньше здоровье у игрока тем больше снимается у противника второй режим ярости это рейдж драйв возможность наносить специальный супер удар на высокой скорости с отнятием большого количества здоровья противника во время его выполнения персонаж окрашивается белые тона при этом противник может защищаться от этого удара так же как и от обычного ну а третий же носит название повар краж в нем игрок может наносить удары даже в том случае если противник атакует его при этом персонаж игрока будет игнорировать только высокие и средние атаки противника что же касается еще одного постоянного плюса серии персонажей тут в целом тоже все хорошо в новой части нам доступны целых 11 новых персонажей и большая часть из старых правда то что убрали некоторых старичков немного обидно но будем надеяться их ведут в качестве dlc кастомизация же персонажей никуда не делась разве что немного прокачалась со времен шестой части поэтому и говорить о ней нет особого смысла вы и так видите все на футажах но как говорится куда же в наше время без ударов в грязь лицом текен 7 тоже не стал идеальной игрой без минусов самым главным из них пожалуй упразднение истории не основных персонажей дело в том что помимо основной сюжетной линии длительностью в 3-4 часа как я уже говорил у вас имеются сюжетные битвы и если раньше они проходились в режиме аркады с вознаграждением в конце в виде сиджа и ролика то теперь это один единственный бой с парасекундными вставками в начале и конце причем их абсурдность заставляет рыдать в истерике даже основной сюжет и Субтитры делал DimaTorzok 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 Этот вариант для true фанатов Разработчиками в игру также был введен VR режим В нем вы можете наблюдать за поединком в очках виртуальной реальности Но честно говоря, это довольно сомнительное нововведение В любом случае, хуже игру оно не делает Поэтому пусть будет Думаю, пару слов можно уделить и графическим аспектам Тут все уместится буквально в одно предложение Графика улучшена со времен шестой части Но не настолько хорошо, как этого хотелось бы Нет, игра безусловно выглядит красиво Но, к сожалению, не выдерживает сравнения с другими недавними файтингами в этом аспекте Подводя итоги, можем посоветовать эту игру всем фанатам серии И тем, кто давно хотел к ней приобщиться А вот если вы не являетесь ни тем, ни другим Лучше подумать Так как в Tekken всегда был довольно высокий порог вхождения И новичкам, которые не знакомы с жанром файтингов В целом будет достаточно сложно освоиться Особенно если говорить об онлайне Если вам понравился данный обзор, то не забудьте поставить лайк И написать свое мнение в комментариях Также приветствуется подписка на канал и нашу группу ВКонтакте А с вами был я, Юрий Вернер и Ниан Геймс До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok